В последнее время все чаще вспоминают вопрос Довлатова. Мы без конца проклинаем товарищу Сталина. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов. И хотя в России 4 миллионов пока нет, рост жалоб и доносов налицо. Так, по данным Роскомнадзора, в 2022 году число обращений выросло более чем на 26% и достигло почти 300 тысяч. Из них больше 130 тысяч обращений были поданы за размещение противоправных материалов. Это в два раза больше, чем годом ранее. Большая часть их касается, вы угадаете наверняка сами, так называемой СВО. А в Генпрокуратуре, по данным адвоката Павла Чикова, в 2022 году возбудили 180 дел о фейках об армии. 41 из них в Москве. Причем темп, с которым возбуждались дела о фейках, был таким, что весной новое дело в среднем появлялось каждый рабочий день. Одной из жертв доносов Сталина и Медуза. После обращения активиста Александра Ионова издание признали иноагентом. С этого и пошел процесс планомерного выдавливания Медузы из российского медиапространства. В итоге сегодня ее объявили нежелательной организацией. И кто и почему организует такие донос-атаки. И что говорят сами жертвы доносов. Ответы на эти вопросы постаралась найти наш корреспондент Саша Белая. Жертвой доносов в России сегодня может стать каждый. Буквально. И учительница английского из Челябинской области, и издатель романа с ЛГБТ плюс тематикой, и блогер-миллионник. Иногда причины для доносов оказываются совсем уж странными. Например, после того, как директор Новосибирского новоколледжа Сергей Чернышев по запросу МВД отказался провести воспитательную работу со студентами, которые выступали против войны с Украиной, на него написали донос по адрес регионального уполномоченного по правам ребенка. Внезапно поводом стало то, что он прививает пацифистские ценности своему сыну Федору. Уполномоченный по правам ребенка, он это разослал в разные правоохранительные органы, прокуратуру и полицию, прежде всего, ну и комиссию по делам несовершеннолетних. Вот, естественно, им пришел запрос, да еще и от кого, хо-хо, уполномоченный по правам ребенка, значит, и теперь они должны в приоритетном порядке это все, значит, проверить. Что у нас там лежит в морозилке, какие у нас там доходы, есть ли у ребенка там, не знаю, следы по-моему, что-нибудь там еще. А на журналиста и звезду программы «Что, где, когда» Равшана Аскерова пожаловался аж сам Государственный исторический музей за пост про маршала Жукова. В своем посте Аскеров назвал его убийцей и воришкой, который вывозил из Германии мебель и произведение искусства. Я просто видел действительно донос подписанный, еще не постеснялся написать директор музея истории Александр Левыкин, ну как бы человек, не постеснялся фамилию поставить даже, свою должность под доносом. Ну, просто человек считает, что вот захотел, чтобы это было, трактовалось как реабилитация нацизма, хотя никакой реабилитации там нет, да, там и состава преступления нет, но доказывать что-то современному, нынешнему российскому суду вообще бессмысленно. Случаи Чернышева и Аскерова далеко не единичные. В нашем распоряжении оказалась база дел УВД-Инфо за первое полугодие 2022 года, в которой зафиксировано 110 дел по доносам. В ней встречаются в том числе такие случаи. Не давал проехать грузовому автомобилю, на котором был наклеен символ Z. Затем, выйдя из своего автомобиля, кричал и называл водителя грузовика фашистом. При этом кричал, что Путин фашист, бомбит города и убивает женщин и детей. Пытался сорвать наклеенную букву Z. Штраф 35 тысяч рублей. Находясь в кабинете врача, сказал, военнослужащие Российской Федерации причастны к совершению военных преступлений на территории Украины, а также политики, проводимые президентом Российской Федерации. Лучше уничтожить Путина. Российские войска уничтожают мирное население. Штраф 30 тысяч рублей. В храме во время службы настоятель публично высказывался и внушал прихожанам церкви информацию о нападении на Украину, обстрелах городов, убийствах жителей Украины, а также разместил аналогичную информацию на сайте прихода. Штраф 35 тысяч рублей. Согласно данным того же ОВД-инфо, чаще всего доносят обычные граждане, незнакомые люди, за высказывания, сделанные в общественных местах. В делах, которые мы читали, там действительно буквально человек случайный, прохожий услышал, что он что-то говорит и вызвал полицию. То есть это зачастую незнакомые люди. Другая категория – это провластные люди, как-то относящиеся к власти или нет. Депутаты от «Единой России», всяких других региональных депутатов – это то, что, кажется, было всегда, но теперь на человека очень удобно написать донос, сказав, что он делает что-то антивоенное. Адвокат Дмитрий Захватов отмечает, что сами сотрудники правоохранительных органов активно пользуются услугами доносчиков. Поэтому количество доносов в России растет. Как правило, все-таки нужно говорить о том, что инициатива по написанию доносов, она всегда спускается сверху и занимается этим на, ну, либо каких-то волонтерских началах, либо в обмен на какие-то определенные блага именно люди, которые находятся под прямым контролем властей. В таких условиях в России успел сложиться целый класс профессиональных доносчиков. Адвокат и основатель правозащитных проектов команды 29 и 1-й отдел Иван Павлов отмечает, что свои прикормленные люди есть даже у рядовых полицейских. Просто полицейские даже, ну, используют своих каких-то, я не знаю, осведомителей, может быть, да, для того, чтобы получить повод для, либо для проведения проверки, либо для возбуждения дела. И просят уже кого-то конкретного, знакомого написать то или иное сообщение, то или иное, как бы, заявление, или называйте это доносом. Штатные доносчики работают и во властных кругах. Среди них Александр Хинштейн, Яна Лантратова, Елена Мизулина и многие другие. Есть и целые организации доносчики, среди которых Лига безопасного интернета, Офицеры России, Ветераны России и другие. Например, стараниями профессионального доносчика Александра Ионова признали иноагентами несколько оппозиционных изданий, в том числе «Медузу». А после начала войны он грозился, что добьется признания иноагентам Ксении Собчак. Правда, пока безуспешно. Его риторика как по методичке. Жалобы абсолютно законны, а за границей все еще хуже. На Западе к этому уделяется очень большое внимание. И мы решили, что если уже на Западе к этому уделяется внимание, и они из этого делают целую пиар-компанию, то почему бы нам не посмотреть на те организации, насколько они финансово зависят от получения дотации. Есть и перегибы в любой работе, и об этом пишут. Но, понимаете, сейчас очень сложный период. Если мы возьмем, например, тоже там Украину, у них вообще сейчас полная диктатура и полная цензура СМИ. Кстати, на законность доносов в компетентные органы упирает и зад-блогер Нина Ватт. В своем телеграм-канале, более чем на 40 тысяч подписчиков, она регулярно пишет о своих жалобах товарищу майору и намекает на связи в органах. Поэтому мы спросили у нее, каким же образом патриоты борются с противниками СВО. И вот что она ответила. Противники СВО? А кто с ними борется? Кому они нужны? А вот те, кто распространяет информацию и фейки о дискредитации армии РФ, это другое дело. Либо те, кто оскверняет символы России или ветеранов. Это уже статья. Нарушение законодательства РФ. И наказываются они исключительно по закону. Впрочем, по мнению Нины, к фейкам и дискредитации, видимо, относятся и исполнение песни «Червона колына», и слова Украины «I love you». Обнаруженные кейсы блогер публикует в открытом доступе. Одно из мотиваций, можно назвать страх, желание присоединиться к правящему классу, желание быть с теми, кто решает и кто обозначает повестку. То есть продемонстрировать свою лояльность в предчувствии времен, когда тех, кто не лоялен, будут репрессировать. Страх, что тебя поймают, уличат в неверности, уличат в недостаточной лояльности, передался нам от наших дедушек, бабушек, прабабушек. И это очень трудный страх. Его невозможно в себе покорить. Люди, которые не боятся репрессий, это герои, их меньшинство. Впрочем, с советскими доносчиками, доносчиков современных роднит не только общий страх. Это отмечает правозащитник Сергей Давидис. Это та же логика. С одной стороны, индоктринация тоталитарным или вот как сейчас там двигающимся к тоталитарному государству, которая внушает гражданам, что есть только одна истина у государства и что все должны ей следовать, а любой отклоняется предатель и враг. А с другой стороны, ситуация, которая позволяет этим наиболее неприятным, наиболее морально низким людям пытаться получать какие-то выгоды моральные или даже материальные. И даже став жертвами доносов, далеко не все опускают руки, перестают говорить то, что думают, прячутся или бегут из страны. Например, Сергей Чернышов активно ведет свою страницу в Фейсбуке, где прямо излагает свои мысли. И даже после жалобы на себя прекращать не собирается. Я в основном рассуждаю о монетарных ценностях. Я пишу, что учителя, которые поддерживают войну, они мудаки редкостные и кореть им в аду. То, что я пишу, оно может кого-то обижает и очень даже сильно. Но, в общем, я говорю, кажется, не в тренде такие дела сейчас. Ну, обижают, да, обижают. Мало никого обижают. А если мы вернемся к Довлатову, то у его слов про 4 миллиона доносов есть продолжение. И оно очень точно и беспощадно характеризует то, что происходит с людьми в последний год. Человек человеку, как бы это получше выразиться, табула раса. Иначе говоря, все что угодно. В зависимости от стечения обстоятельств. Человек способен на все. Дурное и хорошее. Друзья, спасибо, что посмотрели видео. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и расскажите обязательно вашим друзьям, коллегам и близким про нас и про наше видео. Ставьте лайки и подписывайтесь. Это просто, это важно. И таким образом и вас, и нас становится больше. Будьте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok